Всем привет! Сегодня к нам на обзор попала улучшенная версия популярного фаблета Xiaomi Redmi Note 7 с приставкой Pro. Девайсы очень похожи друг с другом, а потому это будет рассказ об отличиях, чем полноценный обзор. Ну что, начнем? Первым делом отмечу, что комплект поставки у девайсов одинаковый и дополнительно компания кладет силиконовый чехол, что на первое время очень нужная вещь. По внешности различий между аппаратами нет, они полностью идентичны. Задняя часть стеклянная и она отлично собирает отпечатки и царапины. Именно поэтому чехол необходимая вещь при работе с Redmi Note 7 Pro. Отмечу вновь, что рамки у смартфонов не самые маленькие и при первом знакомстве взгляд за них цепляется, но спустя пару дней привыкаешь. Сверху экрана находится капля вырез с фронтальной камерой внутри, а внизу небольшой отступ. Приятно, что оставили 3,5-мм разъем и ИК-порт. Оба разъема до сих пор пользуются спросом. На задней части расположилась двойная камера и сканер дактилоскопии. Все традиционно и без изменений. По сборке у обоих девайсов претензий нет, а вот с эргономикой не все так хорошо. Не могу сказать, что в руке любой из подопечных лежит идеально, но все же скользкость ощущается. По дисплею также ситуация идентичная. Это все та же IPS-матрица диагональю 6,3 дюйма с разрешением 2340 на 1080 пикселей. Она неплохо себя показывает как в помещении, так и в солнечный день. Настройки позволяют несколько подкорректировать картинку, поменять цветовую температуру или включить режим чтения для защиты глаз. Работают смартфоны на базе Android Pie с оболочкой MIUI 10. Стоит сказать, что на данный момент MIUI одна из самых популярных надстроек. Популярна она не только из-за доступа смартфонов Xiaomi, но и по причине гибкой кастомизации. Настроить можно много самых разных параметров, чего голый Android лишен. Мы уже неоднократно рассказывали про MIUI, так что повторяться смысла нет. Скажу, что работает все замечательно. Глюков и сбоев не обнаружено, система часто обновляется. При желании есть возможность заменить на экранные кнопки на управление жестами. В плане коммуникации все привычно на высоком уровне. И единственное, как всегда, не хватает NFC. Все-таки бесконтактная оплата сейчас весьма популярна, и многие покупатели ищут именно смартфоны с NFC. То же самое я могу сказать и про качество звука. Портативную колонку смартфон вам не заменит, но смотреть видео или послушать музыку можно, если очень хочется. В наушниках звук можно настроить через эквалайзер и пресеты. Запас громкости присутствует. Вот мы и добрались к первому отличию между устройствами. Версия Pro оснащена более свежим процессором Snapdragon 675. Чипсет работает на 8 ядрах с максимальной частотой 2 ГГц. Оперативная память доступна в версии 4 или 6 ГБ. Такая же ситуация и с внутренним накопителем 64 или 128 ГБ с возможностью расширения. Напомню, что стандартная версия Redmi Note 7 функционирует на базе процессора Snapdragon 660. В синтетике Antutu версия Pro набирает около 180 тысяч баллов. Однако замечу, что и в том и в другом случае смартфоны работают довольно быстро и серьезных лагов и тормозов замечено не было. Сама оболочка неплохо оптимизирована и стоит это признать. Автономность устройств совершенно не вызывает вопросов. 4000 мАч позволяет работать от батареи порядка полутора дней. Режим просмотра видео доступен на протяжении 13 часов, а режим игры 6-6,5 часов. Девайсы поддерживают быструю зарядку Quick Charge 4.0, но в комплект кладут стандартный адаптер на 2 А, так что вам придется покупать быстрый блок самостоятельно. Стандартная зарядка заряжает смартфон примерно за 2 часа 20 минут. Вторым отличием версии между собой является сенсор основной камеры 48 Мп. В случае Redmi Note 7 мы получим сенсор от Samsung GM1. Если же брать прошку, то сюда установили модуль Sony IMX586. Вспомогательный сенсор и там и там на 5 Мп. Присутствует электронная стабилизация. Redmi Note 7 Pro дополнительно умеет записывать 4К при 30 кадрах, чего нет в стандартной версии. Качество справедливости ради отмечу, что практически идентичное и каких-то существенных отличий я не заметил. Подводя итоги данного сравнения, можно сказать, что Redmi Note 7 Pro практически ничем не лучше своего младшего брата. Да, у него процессор посвежее камеры от Sony, но в остальном мне кажется лишним переплачивать только за приставку Pro в названии. Спасибо, что смотрели это видео и смотрите наш канал. Если вы еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь, ведь впереди еще много интересных роликов.